всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня снова рубрика готовлю на несколько дней вот мне очень приятно что она вам понравилась мне очень приятно что вы делитесь тоже своими идеями приготовления еды я как-то стараюсь разнообразить но не всегда у меня это получается не всегда на самом деле на это есть настроение я бы вот так сказала вот ну в общем стараюсь на самом деле готовить что-то такое вкусное быстрое и простое ну вот знаете без всяких там вот каких-то дайте заворотов хотя иногда и на такое тоже есть настроение у меня в общем сегодня я ну не то чтобы на несколько дней буду готовить ну да в принципе получится у меня дня на 2 наверно вот сегодня буду готовить еще первое блюдо то есть суп но с первыми блюдами у меня вообще нет никакого разнообразия просто потому что мои дети например едят куриный с вермишелью там суп с капустой да ну вот эти вещи и свежей капусты правильно их назвать горох какой-нибудь сырный суп но в принципе на этом все муж еще у меня любят солянку и грибной суп вот больше у меня кстати хоть я его и варю но не особо любят не муж не дети поэтому варю его достаточно редко с первым блюдом у меня вообще вообще никакого нет разнообразия но сегодня будем готовить вместе с вами как раз таки щи и свежей капусты правильно не называется вот так что он надеюсь вам будет интересно ну что приступаем к нашим щам и свежей капусты капуста это моя с огорода у меня уже сварился бульон бульон я варила из индейки и курицы это у меня косточки с грудки и там общем с ножки косточка маленькая вообще я очень люблю такой суп когда он варится из двух видов мяса но я лично варю всегда на косточках почему потому что в сам суп мясо я не кладу никогда мои так не любят и мне не будут такое есть поэтому я просто вытаскиваю потом эти косточки и как бы все вот сейчас шинкую капусту она это капуста у меня еще вот осталось остатки скажем так и она мне такая была отрезанная поэтому в общем я и тут остатки нарезаю заранее еще подготовила картошку почистила и лук одну луковицу у меня пойдет на буду делать блюдо со свининой и стручковой фасоли в сковородке вог и вот как раз буду делать обжарку вот очень удобно кстати замораживать таким образом морковку отрезал все не надо ничего натирать и вот лучок я прямо вот так замороженную отправляю на сковородочку он размораживается как раз все будет готово ну и сразу же уже подготавливаю картошку я нарезаю и он как нарежется не делаю там длинненько все мои любят когда мелко порезанная картошка когда крупно вот такое мне не любят поэтому я хотя я сама на самом деле приучила когда дети были маленькие всегда все мелко резала и в общем мои так привыкли вот и одну луковицу я нарезаю это у меня будет к мясу решила сразу же нарезать вот у меня тут обжаривается лук с морковкой обжарку я делаю всегда мои не понимают когда нет обжарки не знаю им кажется что как-то супчик как-то по-другому не знаю другой вкус у него в общем далее занимаемся свинины она мне не совсем разморозилась мне такой небольшой кусочек я нарезаю и такими так длинненько да потому что у меня будет стручковая фасоль стручковая фасоль это тоже с моя с огорода я ее замораживала и вот уже свои заготовки постепенно начинаю использовать пока она будет дальше у меня размораживаться до конца уже да я она еще промаринуется у меня специях моя любимая специи сайхер 5 такие универсальные для мяса и немножечко соли добавляю сюда вот и будем отваривать вот эту стручковую фасоль сразу замороженную я отвариваю в кастрюльке до готовности так обжарка у нас уже готова добавляю обжарочку и картофель наш супчик и потом еще проварится немножечко и будем уже добавлять специи вот у меня параллельно варится стручковая фасоль а сейчас я буду делать пирог это пирог из слоеного теста у меня слоеное недрожжевое тесто и с фаршем фарш у меня говяжий вот тут я поделилась кусочком видно с кем-то из хвостатых кто-то попросил добавляю сюда лук специи можно еще натереть на терке картофель или вообще в принципе первым слоем выложить картошку сырую получается очень вкусно но вот я решила сделать просто из мяса по вкусу такой пирог знаете чем-то напоминает беляш огромный беляш и очень вкусно у меня очень муж любит этот пирог он его и на завтрак кстати может съесть и вот как раз сегодня мы будем ужинать этим пирогом смазываю форму маслом вот эту форму кстати я тоже покупала в магазине фамилия и именно ей никак не могу нарадоваться потому что она как бы как держит тепло что ли внутри она очень толстая такая мне все идеально пропекается и потом еще держит температуру то есть долго остывает вот ну не знаю вот для такого например пирога мне это очень нравится тесто у меня кстати не очень это тесто толсто толсто по моему называлась она вот она видите какой-то сама по себе даже по вкусу она мне не очень понравилась вот как-то лентовская вот это вот она мне больше всех нравится вот в общем выкладываем один пласт и вот второй будем закрывать уже пирог сверху вот я делаю по краям такую большую скажем так корочку такую да из теста сейчас вы увидите и так ну как бы не знаю мужу в общем так нравится в общем выкладываем начинку фарш не обжариваем ничего просто специи да и будем ставить духовку при температуре 180 градусов минут 40 50 у меня стоит вот сверху мы закрываем и видите я вот эти вот краешки то есть я их не обрезаю а прямо вот таким толстым как бы слоем таким заворачиваю потому что внизу тесто тоненькая и сверху тесто тоненькое получается такая еще как бы булочка сбоку я бы так-то назвала обязательно делаем такие дырочки вот так я вилкой делаю и отправляем это все в духовку ну что супчик нас уже проварился добавляю куркуму сюда немного но специи это немножко черного перца соль и обязательно еще добавляю сухой укроп сюда в принципе и специи это все вот а еще лавровый лист но у меня где-то там внизу в общем я уже положила сюда вот и будет у нас вот такой вкусный супчик он еще немножечко проварится потом будем буду выключать здесь я накануне то есть вчера сделала снова греческий йогурт как раз на тосты с хлебушком на завтрак или к первому блюду будет отлично сыворотку на сыворотке я сделала ножки или блинчики но уже не сегодня может быть завтра или послезавтра укроп мой многострадальный с огорода почти весь уже я его ну вот так вот беру да вырываю и готовлю какое-то блюдо потом в общем я уже почти весь выдергала скажем так добавляю и по вашим советам я еще добавлю сюда сухой чеснок вот черный перчик немножко немножко соли и сухой чеснок сухого чеснока побольше и действительно сухим чесноком получилось вкусно и при этом неприятного запаха изо рта нет так что спасибо вам огромное за такой совет в общем все это хорошенечко перемешиваю и будем есть это с супчиком будет вообще отлично и очень вкусно едят это у меня все и на завтрак в том числе и дети и муж в общем очень нравится нам вот такой греческий йогурт вот она а я теперь буду делать мясное блюдо еще одну свинину если у вас нет сковородки hilft to внесет делать можно то же самое но на обычной сковородке когда мне не была сковородки в ок я делала все то же самое только в обычной сковородке в общем добавляю обжариваю свининку потом добавляю лучок и стручковую фасоль и все это хорошо обжариваю до готовности вот и потом буду добавлять уже сюда соус фасоли я не посолила когда отваривала То есть просто отварила в воде, потому что буду сюда добавлять соус, который такой вот бальзамик соус, вот этот от Хайн. И добавляю я его уже, соответственно, в конце приготовления. Немножко соевого соуса, все добавляю на глаз, хорошенечко перемешиваю и выключаю все. То есть не даю этому соусу и соевому соусу долго, ну, как бы кипеть вот это вот, иначе он такой становится. Не знаю, мне не нравится вот этот вкус такого кипяченого соуса. И добавляю сюда еще семечки кунжута, у меня белые и черные, я их тоже заказывала на iHerb, заказывала большими такими прям мешками. И добавляю везде, где ни по пути их. На самом деле вкус они никакой не придают, а придают больше такой очень аппетитный вид, я бы так сказала. Вот, ну что, все у меня готово. В принципе, в этот раз не так много я наготовила, но все же нам на несколько дней хватит это точно, даже если муж будет есть пирог и на завтрак в том числе. Еще у меня как раз подошел пирог, постоял он у меня где-то примерно 45 минут. Вот наш готовый щи из свежей капусты. Такие вот получились. Желтый бульон, как вы видите, это потому что я сюда добавляю куркуму. Также вот это вот греческий йогурт со специями, можно, наверное, так это назвать, который мы будем есть и на завтрак, и на обед. В общем, очень вкусно. И сам мясной пирог. Единственное, что, девочки, я забыла его смазать яйцом или маслом сверху. То есть поставила вот как он был, что-то даже вообще вот, даже вообще не подумала о том, что надо было его смазать. Обычно я смазываю, он тогда получается вообще такой очень красивый, очень ароматный. Конечно же, свинина с фасолью тоже. И вот, как вы видите, вот это вот кунжутные семечки, они придают такой, ну, как бы аппетитный такой вид. Не знаю, очень тоже нравится. Вот, сейчас все это остынет, я переложу в контейнер и уже положу в холодильник. А на ужин мы сегодня, как я уже сказала, будем пить чай с вот таким мясным пирогом. Так что вот такие вот блюда у меня получились. Вот, но я на сегодня на такой вкусной ноте буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.